всех приветствую на своем канале дорогие друзья с вами макс пояснит и в сегодняшнем ролике у нас на обзоре любимые кроссовки твоего бати и каждого ботана в школе кроссовочки от бона кожаные кроссовочки от бона сегодняшнем ролике мы разберемся в чем же все-таки состоит феномен этих кроссовок почему многие их так почитают уважают и любят ну а многие почему-то ненавидят и презирают что я думаю что весьма интересный получится сегодня ролик поэтому усаживайтесь поудобнее возьмите себе немножечко вкусняшек и сегодня мы посмотрим на эти кроссовки со всех сторон и определим годные это педали все-таки или ну типа отстой поехали и еще друзья не забывайте подписываться на мою группу со скидками mp sale в этой группе я лично собираю для вас актуальные скидки на одежду и кроссы со всех популярных онлайн магазинов теперь вам не нужно тратить кучу своего времени на поиски скидок я сделаю это за вас все что вам нужно сделать так это перейти по ссылке в описании и подписаться на группу в вк либо канал в телеграме взамен вы получите кучу сэкономленного времени денег и постоянные скидочные предложения жду вас в mp sale кроссовочки от бона не знаю как у вас но лично у меня эти кроссовки всегда почему-то ассоциировались с такими уже взрослыми семейными мужиками не знаю чем это связано скорее всего потому что именно на них я чаще всего и замечал эти кроссовки но так или иначе многие молодые ребята мне тоже писали и просили мол макс сделай кт обзор на кроссовочки от бона потому что я их очень часто таскаю мне очень нравятся и стоят они сущие копейки с тем что они стоят копейки я конечно же соглашусь потому что именно эта пара мне обошлась в 25 долларов но я заходил перед роликом на алиэкспресс посмотрел сколько они стоят там и стоят они ровно столько же то есть получается я даже не переплатил 25 долларов это в полтора раза дешевле чем те же монархи а по качеству на первый взгляд они ничем не уступают если вы приглядитесь к этим кроссовкам а именно к швам то вы заметите что клея практически не видно когда на монархах этого клея ну просто хоть отбавляет то есть сборка сборка этих кроссовок уже получается на порядок выше и лучше тем чем сборка тех же монархов но а главной фишкой этих кроссовок является то что вы никогда не сможете купить себе подделку потому что даже на рынке где продается исключительно паль бона будет всегда оригинальной связан это скорее всего с тем что бона это китайский бренд и наверное нет смысла подделывать свою же продукцию которая и так стоит ну сущие копейки 25 долларов за пару кроссовок но согласитесь это немного поэтому если вы попадете как-нибудь на рынок и захотите там купить какую-то оригинальную продукцию то всегда можете обратить внимание на кроссовки бона потому что они будут оригинальные да с китая но тем не менее это зарегистрированный бренд зарегистрированный продукт и это вполне себе оригинал также хочу обратить ваше внимание на подошву заметьте здесь не просто сплошной кусок резины или какой-то там и вы здесь у нас все достаточно солидно потому что здесь у нас присутствует более твердый вид эвы здесь у нас присутствует более мягкий вид эвы то есть даже об этом позаботились в кроссовках бона что не может естественно не радовать в кроссовках за 25 долларов но безусловно главной изюминкой этих кроссовок что для меня стало каким-то шоком и удивлением являются вот эти ортопедические стельки стоимостью в 5 долларов да я зашел на алиэкспресс посмотрел сколько они стоят по отдельности и за пару там просят 5 долларов то есть в кроссовках за 25 долларов стоят стельки за 5 долларов вы только представьте себе они вот такие вот мягенькие прям знаете вот я засунул ногу и почувствовал себя знаете как как будто бы я скетчерсы delight и надел потому что в скетчерсах примерно вот такая стелька с технологией по моему memory foam так вот это примерно то же самое если кто-то носил скетчерсы delight и я думаю меня сразу же поймут потому что стелька у них очень мягкая она запоминает форму стопы и подстраивается под нее так вот это примерно то же самое чтобы в кроссовках за такую маленькую стоимость и пихали вот такие крутые стельки я если честно поражен и удивлен а вы что скажете по этому поводу да естественно сборка самой стельки оставляет желать лучшего потому что везде присутствуют неровные швы торчат разные нитки но тем не менее кому не пофиг что из стельки торчат нитки и вы же не видите этого и никто не видит поэтому я думаю что придираться к этому будет слегка глуповато но тем не менее сам факт что такие дешевые кроссовки ставятся такие крутые стельки меня если честно очень даже удивил и поразил я бы никогда не подумал что в кроссовках которые носят бати и какие-нибудь там заучки стоят вот такие удобные стельки потому что в некоторых дорогих кроссовках вы такого не увидите согласитесь ну конечно запах оставляют желать лучше вот знаете прям само что ни на есть неподдельный китайский аромат аромат клея как бы мне сейчас здесь не словить чего-нибудь но в общем что я могу сказать а то что эти кроссовки являются прямыми конкурентами тех же монархов потому что по своей сборке по своим материалам по ходовым качествам они вообще ни разу им не уступают подтянуть бы чуточку чуточку дизайн и я уверен что они стали бы просто бестселлером в наших краях их носили бы не только ваши отцы и все молодые люди потому что почему бы и нет классные кроссовки если честно я очень даже расстроен что не обратил на них внимание чуть пораньше камон я я даже сам удивлен что говорю подобные слова что они льются из моих уст но черт убери так и есть я не знаю я не знаю что мне делать но реально кроссовки годные за 25 долларов это просто ну просто топ за свои деньги если в принципе вас их устраивает дизайн если вам все равно и вы хотите какую-нибудь удобную практичную обувь там на работу ходить или ну в школу лучше не стоит потому что естественно будут смеяться с вас и троллировать всякие всякие забияки но тем не менее как обувь от которой надев которую вы не ждете много комплиментов это вполне себе вполне себе топ и чтобы вы понимали я сейчас смотрю внутрь и не вижу ни одного неровного шва не вижу ни одной торчащей ниточки здесь настолько все аккуратно я реально удивлен такого хера я не понимаю если вы вдруг думаете что это какая-то заказная реклама то нет я лично заказал эти кроссовки за собственные бабки и мне нет смысла как-то хвалить эти педали потому что мне никто не платил поэтому не думайте даже не верить моему мнению я серьезно удивлен что за такие бабки можно купить ну реально хорошие кроссы некрасивые но хорошие а между прочим в комплекте идет еще и пакетик целлофановый а этого вам мало кто предложит бона меня поражает в общем сейчас я пойду на улицу и продемонстрирую вам как эти кроссовки сочетаются с теми же джинсами или какими-нибудь штанишками может быть вполне себе даже они неплохо будут смотреться в общем все что вы думаете пишите в комментарии кто носил делитесь своими отзывами и вообще все что думаете по поводу данных кроссовок мне вот просто интересно сколько они проживут если их интенсивно таскать потому что ну понятное дело что материалы здесь не самые премиальные и заломы трещины и всякие разрывы я думаю здесь конечно же ожидаемый но через какой промежуток времени в общем для этого и нужны комментарии я уверен что многие из вас уже успели их потаскать и у многих есть какие-то отзывы в общем все что думаете пожалуйста напишите в комментариях и поставьте этому ролику лайк и естественно отправьте этот ролик своему отцу пусть посмотрит и напишет тоже комментарии и чтобы я знал вот всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока с вами был макс пояснит это был обзор на великолепные кроссовочки от компании бона бона респект и